Тема урока «Идеальный газ». Основное уравнение МКТ идеального газа. Решение задач. Для решения задач необходимо повторить основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Это уравнение можно записать следующим образом. А также вспомнить Рассмотрим примеры решения задач. Задача номер один. Определите давление одноатомного идеального газа, если при концентрации 10 в 26 степени, единица деленная на кубический метр, молекула движется со скоростью 1,5 километра в секунду. Масса одной молекулы 5, умноженная на 10 минус 26 степени килограмм. Запишем краткое условие задачи и обратим внимание на то, что в задаче среднюю квадратичную скорость движения молекулы одноатомного газа необходимо выразить в соответствии с системой Си, то есть в метрах в секунду. Теперь проанализируем задачу. В задаче известны масса молекулы, ее средняя квадратичная скорость и концентрация молекул идеального одноатомного газа. Для решения задачи воспользуемся основным уравнением молекулярно-кинетической теории. Осталось выполнить решение задачи и записать ответ. Задача номер два. Определите массу одной молекулы, если в двух кубических метрах одноатомного газа при давлении 2400 кПа содержится 3 умноженное на 10 в 25 степени молекул. Средняя квадратичная скорость молекул 800 метров в секунду. Запишем краткое условие задачи и обратим внимание на то, что в задаче давление одноатомного газа необходимо выразить в соответствии с системой Си, то есть в паскалях. Теперь проанализируем задачу. В задаче известны число молекул, средняя квадратичная скорость молекул, объем и давление идеального одноатомного газа. Для решения задачи воспользуемся основным уравнением МКТ. Осталось выполнить решение задачи и записать ответ. Рассмотрим следующий пример задачи. Задача номер три. Одноатомный идеальный газ при концентрации молекул газа 1,5 умноженное на 10 в 25 степени единица деленная на кубический метр находится под давлением 5 умноженное на 10 в 4 степени паскалей. Определите среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул одноатомного идеального газа. Запишем краткое условие задачи и обратим внимание на то, что в задаче все единицы физических величин выражены в системе Си. Теперь проанализируем задачу. В задаче известны концентрация молекул и давление идеального одноатомного газа. Для решения задачи воспользуемся основным уравнением молекулярно-кинетической теории. Осталось выполнить решение задачи и записать ответ. Рассмотрим следующий пример решения задачи. Задача номер 4. При давлении 2,6 умноженное на 10 в 5 степени паскалей средняя квадратичная скорость движения молекул равна 2,8 умноженное на 10 в 3 степени метра в секунду. Определите плотность одноатомного идеального газа. Запишем краткое условие задачи и обратим внимание на то, что в задаче все единицы физических величин выражены в системе Си. Теперь проанализируем задачу. В задаче известны концентрация молекул и давление идеального одноатомного газа. Для решения задачи воспользуемся основным уравнением молекулярно-кинетической теории. Осталось выполнить решение задачи и записать ответ. Желаем успехов в решении задач по физике!